добрый день дорогие друзья и сегодня я все-таки решил снять очередное видео посвященное моей коллекции трансформер дело все в том что это видео снять я хотел уже очень давно и станислав зелинский вот недавно мне как раз и предложил что должен снять про трансформеров ну и все-таки я наконец-то на это решился но сначала хочу сделать маленькую оговорочку по поводу пополнения моей книжной коллекции о книжках мы сегодня все-таки тоже немножечко поговорим скажем так как своеобразно такое связующее звено между этим видео и прошлыми выпусками читальных из ну вот начнем пожалуй наверно вот с такой вот брошюры это получается история фридео за соответственно получается у нас авторством вот показываю дмитрий алексова как раз таки с канала эмугеймер вот то есть это он печатал брошюрку вот он не как раз таки даже вот называется подписал и вот раз таки ему просто огромное спасибо что он мне прислал потому что по факту это уже просто последний экземпляр вот который ему удалось у себя найти то есть я уже честно говоря боялся что они закончились потому что свое время не подсуетился чем-то ее не заказав но вот тем не менее вот такой экземпляр пришел и самое что хорошее вот так же он не прислал еще и историю отаре ягуар потому что здесь книжка так вот даже поинтереснее немножко оформлена то есть вот такой внутренний разворот вот этого рекламного постера ягуара как раз таки кучи всяких вот таких уже в плане оформления интересных тут картинок таких вот постеров идет там допустим презентации то есть тут интересно самом деле история по факту это в принципе просто книжная такая вот версия его видео с канала тоже мне кстати подписал вот но тем не приятно это при условии того что хотя бы вот тот же самый panasonic frede у меня в коллекции есть вот эта консоль то есть лицензионный игр как раз таки на нее и вот такая брошюра она очень хорошо в довесок идет только соответственно моей консольки а сожалению отаре ягуара у меня нет и я не знаю когда он будет но все равно приятно что вот такая литература на русском языке по поводу таких вот скажем так своими надо оцененных консолей выходит но соответственно не только этим пополнилась моя книжная коллекция вот как-то в прошлый раз я упоминал что мне что я одну точнее планировал собрать книжки по мотивам корсаров всякого тогда выпускала книжную серию по мотивам свою флагманской серии игр и там где-то порядка на десяти книжек но вот к сожалению я пока только три из них нашел то есть провод золотой город я уже прошлый раз ее показывал вот но также ко мне пришли вот такие замечательные экземпляры то есть это получается рене по прозвищу резвый и как раз таки друзья бога то есть и вот в этот раз я все-таки решил поделиться какими-то своими мыслями по поводу этих книжек то есть по крайней мере две вот этих я уже успел прочитать вот а вот эта книжка у меня еще пока в процессе вот ну и что я могу сказать в принципе это на самом деле достаточно как ни странно добротные пиратские романы то есть вот рене по прозвищу резвый вообще мне чем-то одиссея капитана блада напомнил и другие подобного рода пиратские романы а вот значит автор у нас здесь елена до урова вот как раз таки вот то есть здесь у нас кстати есть элементы такого скажем так никого фэнтези то есть различные всякие мифические персонажи появляются вот и само что интересно есть персонажи первой и третьей части то есть беатрис шарф фигурирует вот здесь она кстати не случайно нарисовано вот есть кстати здесь еще и такой персонаж из самой самой первой части корсаров это как раз таки юга лесопилка то есть там в принципе в самой игре у него буквально там несколько всего фраз было несколько с ним диалогов с этим персонажем но тем не менее он не запомнился и вот мне что порадовало что автор что все-таки этого персонажа решила раскрыть должной мере то есть как-то уделила место и подробности его биографии и соответственно что называется про него достаточно тут вот интересно написал откуда у него и такое прозвище и кто он такой на вот и в принципе на самом деле считаю что это вот такой хороший произведение она конечно не идеально там есть чем раскопаться но вот она мне честно говоря понравилось вот соответственно что могу сказать про золотой город наталья саяну на вот здесь уже как произведение это гораздо даже быстрее прочел чем предыдущую книгу и кстати надо признаться что она вот уже без всякого фэнтези написано единственно что здесь конечно я никаких героев из игры не узнал и сказал что наверное это произведение самостоятельное да я далеко может не во все игры корсаров играл или далеко не всех персонажей помню но в общем то тем не менее вот но тоже очень хорошее произведение тоже мне на самом деле очень понравилось на одном дыхание читать читается вот сейчас читаю друзья бога в принципе чем она выделяется есть куча исторических здесь у нас персонажей то есть например тот же самый генри морган и в принципе тоже опять же и без фэнтези здесь не обошлось уж не знаю пытался ли как-то автор связать соответственно это с какой корсары каждому свою или не пытался автор кстати здесь у нас сделается сергей косаренко но пока еще книжку не дочитал то есть определенно про нее сказать не могу потому что как собственно видите ребята у меня по корсарам что получается то есть есть самая первая часть корсара проклятие дальних морей есть соответственно пираты карибского моря они же корсары 2 вот есть исправленная версия третьих корсаров под названием сундук мертвеца вот есть корсары 19 век это вот так головорезы про уже американскую гражданскую войну вот и вот есть еще диск которая даже не вскрывал корсары город потерянных кораблей возвращение легенды точнее возвращение морской легенды и каждому свое у меня к сожалению в коллекции нету а теперь можно поговорить уже конкретно о трансформерах то есть сейчас мы поговорим про вот всякую различную книжную продукцию то есть про вот эти две книжки то есть это получается у нас трансформеры сверхоружие скорпонуга и трансформеры космические кочевники уже в прошлых выпусках читальные избы я уже рассказывал соответственно здесь у нас автор это некий кудрявцев вот и значит где у нас за издательство это это так 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 какой-то некая попури вот таком виде они издавались вроде еще какие-то книжки были но по крайней мере нашел я только эти две вот пока еще не читал про них сказать не могу но есть конечно подозрение что это треш в духе издательства минск и кстати по поводу издательства минск удалось мне раздобыть вот такой то есть такие экземпляры то то есть у нас получается библиотека детской фантастики вот книжки по трансформерам то есть это издательство как раз таки минск вот я сейчас покажу видите вот минск 95 год вот некий адам бо скорее всего это какой-то русский автор просто под иностранным псевдонимом то есть честно говоря про эти книжки опять же ничего сказать не могу просто знаю минск ну конечно минску я очень сильно не доверяю то есть вот здесь какие-то так и хэш полистал вот какие-то вроде вообще свои собственные персонажи левые вот такие вот тут рисунки интересные вообще вот но тем не менее то есть вот из этого цикла у меня есть как раз таки битвы гигантов резерв империи и нападение космических пауков так они как бы доформлены опять же то есть непонятно здесь вот у нас нарисовано но пока пока еще ничего не знают как-нибудь прочту и обязательно про них расскажу свое мнение потому что дело все в том что книжки по трансформерам они как бы официально точно выходили на западе но что-то из этого переводилась ли вообще на русский язык на самом деле вопрос очень хороший я такого по крайней мере не встречал и вот хотелось бы показать соответственно свои уже коллекцию по трансформерам официально то есть официально вот на русском языке печатались в твердом переплете вот все выпуски комиксов из серии войны гештальтов то есть еще по мотивам вот этих комбайнер комбайнер ворс судя по всему и некий игрушку сделали вот такой вот комикс вот пока его как бы не читал единственно что здесь есть какая одна особенность то есть тут видимо каждый из выпусков разные авторы рисовали потому что где-то здесь трансформеры выглядят как generation one где-то они выглядят как формате где-то как внимание ты где-то как в этом в прайме и так далее то есть тут похоже они даже сами нормально как бы определиться не могли одно по крайней мере мое такое подозрение пока тоже как бы вот так просто пролистал еще пока не считал то есть ничего про эта вещь определенного сказать не могу следующая соответственно у меня в коллекции комикс это получается опять же вольные геи гештальтов винблейд как бы другая немножко книжка больше соответственно у нас винблейд посвященная вот такому фанатскому персонажу вселенной трансформеров которые сейчас вот в любой свободный мультфильм и комикс тут же записывают значит ну вот это пока называется не читал ну только знаю одно что здесь как бы она вместе со старт скримом то есть скандалистом вперед что у канала с этим персонажем вместе взаимодействует опять же тоже в твердом переплете подавим все в одном значит есть вот такой тоже опять же сольный комикс про винблейд заря авто ботов называется здесь у нас тоже твердый переплет вот но я пока его так тоже опять же быстренько пролистал то есть определенная про него часто говоря ничего сказать не могу чем он там плохо хорош и так далее и как ни странно есть уже в таком мягком переплете у меня комиксы посвященные как раз таки родному супра ему ход роду патрону если вам угодно версии шестого канала на вот то есть называется а кстати комикс больше чем кажется на первый взгляд то есть как раз таки по слогану рекламному самих игрушек трансформер море метни айс такой здесь около generation one дизайн спинат тоже пока к сожалению не прочел так что ничего сказать не могу что касается видеоигр то моей коллекции есть вот такой вот экземпляр то вот трансформерс значит игра по мотивам мультсериала армада то есть честно говоря мне этот мультсериал ну не очень как бы всегда нравился я каким-то его им немножко скучно что ли считал хотя у него кучу своих положительных сторон но мне свое время он очень не зашел а вот это вот как раз таки игра по мотивам него забавно что годом раньше выходила игра но только для японского рынка только на playstation 2 это как раз таки трансформер с закалу фьючер вот посвящена она была тогда именно событиям generation one а именно то есть самую первую мультсериал о трансформерах а вот при том приглашали даже туда оригинальных актеров американской озвучки то есть оригинальной они там всех персонажей озвучивали то есть игра сама была на английском только японский субтитры содержала вот к сожалению как бы я так эту игру не могу приобрести и даже честно говоря не знаю в чем причина была то есть и видимо готовили к выходу еще и на западе но почему-то на западе вот она сожалению большому не вышла осталось так японским эксклюзивом потом от нигде не переиздавалась вот так же немножечко мне потрёпан экземплярчик достался ну вот не знаю то есть пока начал в эту игру играть она чего-то мне так пока тоже не очень зашла смотрю что будет дальше пока просто не прошел поэтому определенно ничего про нее сказать не могу очень многим она нравится то есть следующая игра моей коллекции это как раз таки трансформер с равенша файлент по богомерзкому фильму майкла бэя то есть вы на меня спросите то есть если я так фильмы допустим майкла бэя не люблю что их конченым конечно родством то есть почему я тогда взял ну собственно такую игру пускать конченую по конченым фильмом ну тут вопрос был в том что стоила она всего-навсего 50 рублей там там 49 или стоило бы она просто дороже ну конечно бы я себе и не купил то есть она мне тогда была и не нужна на более больше 50 рублей принципе можно было взять ради разнообразие то есть честно говоря но не знаю я конечно менее ужасно чем сам фильм но ничем особенным она не уделяется пока не в принципе версия другие слава богу не играл значит следующий диск моя коллекция как раз таки трансформеры битву за кибертрон то есть полная кстати локализованная версия для письма таком она идет оформление значит вот и значит здесь да у нас даже вот есть мануал целый здесь на полностью локализованная то есть вся на русском языке так вот она у нас выглядит вот но именно по камерной письме так я пока до конца чисто я не прошу то есть что мешает но конечно очень сильно понравилось что это игра сделанная фанатами для фанатов то есть как бы такая предыстория generation one вот то есть это же игра у меня есть и на playstation 3 то есть я не играю здесь она кстати была полностью на английском языке то есть я не знаю локализовали ли с 1 только для пика или все-таки на чем-то другу она у нас тоже была вот но вот здесь она у меня целиком и полностью на английском языке всегда оригинальные актеры нет актер оригинальной озвучки принимали участие в ее озвучание вот но в принципе здесь мне особо честно добавить больше ничего вот следующая игра это как раз падение кибертрона пусть игра вообще замечательная но мне вот что было интересно то есть почему то здесь все русское описание то есть полностью русский мануал но сама игра на английском языке хотя все достижения у все ачивки которые здесь идут они у нас на как раз таки русском языке названные чаще всего по мотивам названия каких-нибудь серий там вроде притом именно в такой версии в какой их локализовал шестой канал то есть имеется до серии из generation one то есть там допустим не все так просто там слишком большая ответственность но это к примеру говоря я просто уже всего не помню ключ на массива компьютер и так далее то есть ну вот как-то переводили так вот они честно говоря и называются это конечно было очень приятно жаль почему там даже не субтитры ничего не перевели вот следующая игра моя коллекция transformer devastation от platinum games то есть они вот как раз таки само что хорошее сделаны по мотивам как раз таки классического мультика видимо действия происходят как я понял между вторым сезоном и полуметражным мультфильмом однако тем не менее ну здесь из всех комбайнеров десептиконов я не увидел как раз таки почему-то грубикус а то есть как раз таки разрушитель и и мегазавр они здесь были вот тут так игра вообще зачетную дико жутко она мне понравилась то есть цифровом виде она меньше была на playstation 3 то есть искала изначально себе на playstation 3 и и но соответственно потом нашел на 4 то есть все таки игра 2015 года нам ее почему-то как на страну очень мало завозили обычно ценники на нее какие-то неадекватные дешевле почему-то всегда ее можно было найти на xbox one или на xbox 360 почему-то на playstation 3 и на playstation 4 она гораздо реже попадалась не знаю чем это как бы связано но в общем то темнике хотя бы в каком-то виде себе нашел то есть прошел уже по несколько раз уюту вот очень мне эта игра понравилась в принципе ну и собственно с играми это пока что все что есть моей коллекции надеюсь что когда-нибудь call of the future себя достану может быть какие-то игры которые на playstation первых были по трансформерам там вроде две игры по битвам зверей было вот но как известно все-таки вселенная трансформеров это далеко не книжки комиксы видеоигры все-таки игрушки вот и хотелось бы показать свою коллекцию игрушек по трансформерам то есть ну начнем пожалуй мы с generation 1 1 поколения вот он пожалуй самый древний экземпляр моей коллекции это вот 6 зарядник вот такой который он был в четвертом сезоне generation one там буквально совсем на чуть-чуть там появлялся в первой самой серии и соответственно был он у нас в мультсериале и мастер свастоголовы уже японском альтернативном продолжение generation one а вот то есть он тут неплохо сохранился у него только отломаны крылья вот здесь у него все таки или как она так коленка треснута то есть из-за чего нога более так свободно ходит но в целом вот он здесь у нас называется рабочий то есть трансформируется его все на вот то есть в принципе конечно сомневаюсь что это оригинальная там хасбургской и такаровской игрушек скорее всего очень качественная на нее подделка такого коллекции тем не менее имею товарища значит следующая игрушка моей коллекции это уже точно подделка это вот такой вот разрушитель или если вам угодно девастатор такой так называемые карликовые комбайнеры вот эти то есть ну как вот ни странно он нормально собирается потому что как-то я видел таких более качественно подделанных конструктиконов как раз таки которые как вот оригинальная игрушка 84 года были сделаны и вот из них разрушитель не собирался никак вот а вот из этих более мелких вот тем не менее он собирается как-то покупал много лет назад еще к море и вот до сих пор так на полочке стоит ради красоты вот но это такие то есть или не оригинальные были игрушки или скажем так высокой степенью сомнения оригинальные и вот венец так скажем моей коллекции сейчас я камеру отодвину в кадр не попадет это вот как раз таки это грубикус то есть вот я целый год потратил чтобы его собрать это еще серия комбайнер ворс то есть по-моему 2015 что ли года она если мне не изменяет память была значит в чем была главная проблема в том что они комплектом никогда не продавались то есть надо было отдельно искать всех боевиконов или компакте конов если вам так угодно там вот и значит только у туловище у них были скажем так свои артикулы рук и ног артикулы были абсолютно одинаковы то есть неважно даже кому не там относились к автоботом десептиконом вот и так получилось у меня что я первых четырех боевиконов почти сразу всех нашел вот но долго не мог найти соответственно взрыва его не мог найти очень долго и то есть мне так приходилось из-за этого вот грома трансформировать в ногу потому что здесь само что интересно в этой игрушке руки и ноги они у нас взаимозаменяются то есть их можно просто переделывать вот любую конечность самое главное что вот кисти они могут быть ступнями и наоборот то здесь вообще там и что вот интересно сейчас я даже покажу вот у него сжимается разжимаются тут вот пальцы вот но здесь чем проблема то есть если значит ему соответственно вот так вот допустим сжать пальцы вот как я сейчас то есть их потом очень сложно выковыривать то есть я обычно даже это господи мало делал иголкой вот так они могут у него уйти их потом называется не вытащить вот так он у нас есть получается ультра подвижный у него все поворачивается соответственно крутится делается хоть вообще в любую позу его ставить принципе он выглядит как в мультике ну за одним соответственно исключением что все-таки гром у нас делается уже не шаттлом а истребителем самолетом а фингала свиндела они соответственно превратили вот такой броневик то есть бронированный такой хаммер ну видимо чтобы соблюдать пропорции в плане вот рук и ног они такие были более одинаково то есть другой какой-то причины этому я найти не могу но тем не менее вот я очень рад что вот у меня такое вот чудо есть коллекции вот значит еще вот такой кадр у меня какой есть любопытный это оптимус прайм соответственно из серии уже powers of prime как раз таки лидер класс то есть чем-то он кстати очень сильно похож на как раз таки игрушку power мастер оптимус прайм или супер год джин райса вид зависимости от кого и смотреть от hasbro или от такары по мотиву как раз таки именно мультсериала точнее по моему это игрушку у нас светилась мультсериале супер год мастер форс или войны великой силы вот и здесь принц в принципе похожий то есть у нас вот это туловище оптимуса отделяется и как ни странно трансформируется в района пакса то есть района мирного кем был оптимус прайм до того как его смертельно ранил мегатрон и альфа 3 он переделал вы уже в оптимуса прайма то есть это серия второго сезона вардаун начала войны оригинального дженера шинман вот здесь это показано как все это делается то есть вот так вот он у нас становится вот так арен пак сам отделяясь вот а вот эта вся часть его оставшись в туловище делается в кузов таким грузовичком будет вот и кстати да то есть когда он соединяется вот таким оптимусом становится даже матрица лидерство кстати может него спокойно совершенно вот убираться у него такие форточки и у точнее эти окна стекла лубовые открываются вот тут все делается то есть у меня эта игрушка очень сильно чеснока порадовала ты даже сил давай эту серию пока не вскрывал вот но тем не менее с такой игрушкой уже успел оказать побаловаться и здесь что было любопытно то есть она кстати очень просто легко трансформируется то есть обычно у hasbro в чем всегда проблема то есть это целый пазл вот так взять и трансформировать вот их трансформер потому что инструкции жутко тарабарски то есть ничего не понятно как что делается то есть все делается либо методом научного тэйка либо по youtube вот на всех остальных трансформеров я намучился ну вот честно говоря оптимус в этом вопросе достаточно простой оказался что я даже удивился вот значит игрушка моей коллекции это вот как раз таки титан ретурнс гливатрон то здесь он кстати у нас хэнд мастер волстоголов то есть человечек который у него головой делается очень такой подвижный то есть у него там все вертится крутится практически но разу что ножки только отдельно не делаются вот то есть он здесь может трансформироваться в гаубису то есть какая-то по канону может трансформироваться и звездолет как оригинальная игрушка 80 там шестого никакого года он там ходил вот то есть еще кстати человечек туда сажается но в пуск он там не ставили не делается никак но вот здесь стать само что любопытное есть вот такие подставочки специальную куда можно пилот поставить вот значит и что мне больше понравилось у него как раз таки может пушка на любую руку переставляться то есть можно пока но сделать на правую можно принципе на левую вот то есть доказать внешне он похож на то что было по крайней мере вот мы сериале вот что меня честно говоря очень радует давно себе хотел гальватрона мужская так с детства вот а теперь будет где-нибудь разыкать точнее прийти на творческий вечер михаил геннадий чернака чтоб вот он не поставил автограф на этой вот коробочки потому что я помню что как раз таки вперед шестого канала он его озвучивал и кстати над признаться озвучил гораздо лучше оригинальной озвучки на мой взгляд лучше как-то персонажа этого показал по сравнению с американской версии вот следующий трансформер опять же из этой серии это у меня как раз таки автобот бластер то есть он делается кстати здесь тоже из него сделали вот этот значок у нас означает что он что он как раз трех режим никто здесь он не только магнитофон трансформируются но еще и в базу то есть он у нас тоже кстати в 100 голов вот ну как все трансформеры в серии цитаны returns вот как у них головы взаимозаменяются я конечно не проверял хотя так вот возможно вот еще кстати он базу трансформируется честно говоря вот будет выглядеть вот и кстати да в деку у него может убираться кассетную как раз таки какой-нибудь кассетник только один и вертикально то есть не горизонтально как мультики вот тут как раз кассетники показаны по моему если я не ошибаюсь как раз таки реверс и стальной вот точно их уже честно я не помню вот стальной ли это был но честно говоря для сути эксперимента нам это и не важно вот в принципе с ним тоже пришлось немножечко потупить как он трансформируется но в принципе я разобрался очень рад что у меня он такой вот есть и вот такой последний оригинальный трансформер по как раз generation вану это у меня как раз таки смельчак или гримлок если вам так угодно вот так вот он выглядит вот кстати в отличие от комбайнер ворс вот если вы помните как раз таки эти мультфильмы от машины мы сделаны у нас как продолжение generation вана то есть названные по как раз таки сериями игрушек то есть у них был этот комбайнер ворс titan returns и powers of promise так вот значит там один работа как раз таки умели в пятером соединяться вот в одного робота значит если в комбайнер ворс у нас об этом от рисовалась все сзади то есть писалось все кто и какой частью трансформера вот он будет и кого надо еще до собирать мне здесь конечно такого они не написали то есть только вот такой намек на его задний так скажем стеночки и все вот это все что есть но значит как бы если там открыть инструкцию почитать то видно что да вот если там всех пятерых диноботов собрать из них один такой робот составит то есть руки-ноги у него взаима будет опять же заменяем а то есть он будет вот по духу похож на грубикуса как раз таки смельчак как раз будет туловище ну ты вот уже взял как бы рад что у меня в коллекции есть вот ну и собственно что касалось дженерейшн вана то у меня на этом в принципе все ну и теперь от дженерейшн ван игрушек мне бы все-таки хотелось перейти наверно к каким-то уже таким игрушкам по каким-то другим наверно трансформерским франчайзом но тем не менее все равно почти все что я собираю себе в коллекцию по трансформерам а но в принципе дженерейшн ван подобно наверное ну какой степени это даже можно считать дженерейшн ваном на на гордость моей коллекции это фирменные токаровские трансформеры то есть сожалению нам в страну почему-то любят завозить из токаровских коллекционных моделей потому что токарцы в основном делают такие более коллекционные модели хотя делает все один и тот же завод в вьетнаме вот но они у них были так скажем сложно трансформируются там обязательно как они такая вставочка красивая что трансформера можно было красиво поставить на полочку вот и здесь значит у нас как раз таки в нам страну завозили только по богомерзким фильмом майкла б трансформеров и трансформеров вот сейчас завезли наконец-то по как раз таки воров за кибертрон трилоджи то есть как раз таки по линейке вот этих вот игр но и так любимых ну тут в принципе он они выглядят как дженерейшн ван то есть вот вы узнаете наверное скандалиста старскрима если вам угодно вот каким он был мультики здесь даже так артоме у нас метка то есть здесь значит рассказано что 22 движения трансформируется трансформируется краски бертонский истребитель то есть как серии моя мид мясо как было в первой шестого канала не все так просто вот там и первой серии как раз таки скандали деформеры громовержеств вот такие вот штуки делались здесь это все тем не менее есть вот я очень рад что мне вот такая вещь досталась очень ей доволен также у меня есть бархан вот из этой серии бархан он же sound wave то есть один в один как мультики он выглядит вообще почти вот только вот непонятно как бы что он конечно с формируется как бы так не очень честно говоря понял что что он из себя представляет ну тем не менее вот в общем порадовало того внешний вид то есть что он так и выглядит то есть это вот скажем так гордость моя пока коллекции также из вот таких около generation one вещей есть вот такой вот голливатрон то есть он выглядит в принципе как мультфильмин но делается он тем не менее в танк там как эти гусеницы не ездят то есть он на колючиках катается вот то есть кстати он умеет стрелять самое что интересно то есть вот здесь у него такая кнопочка то есть если мы на нее нажмем он вот так вот выстреливает стрелка от него коробки конечно не осталось что мне он уже так скажем трофейным образом достался но тем не менее по моему была линейка игрушек если не ошибаюсь 2008 года вот есть у меня еще оптимус прайм то есть само это переиздание по факту игрушки 2006 года то есть но выходил он там в линейке игрушек только он 2015 то 2016 года не помню как она по-английски называлась но по-русски это звучало тогда и сейчас то есть где был допустим оптимус такой то есть из образца 2006 года максимально похожий на generation one и оптимус как раз таки из вонючих богоберских фильмов майкла б вот то есть и вот здесь само что интересно вот у этой игрушки то есть он трансформируется ближе похоже как трансформировался супер годжин рай или power мастер оптимус парам без учета свои фуры вот но что любопытно то есть как раз таки вот выхлопные трубы которые не сверху шли они у него вот в такого того пушку делаются двухствольную вот и как раз таки вот этот загривок он у него тоже умеет отсоединяться либо как щит использоваться либо во вторую пушку трансформируется что в принципе то считаю вот очень круто то есть очень доволен честно этим оптимусом вот то что у меня тоже такое чудо в коллекции есть вот так же взял кое-что себе по мотивам мультика кибер вселенной кибер верс вот такой меня шершень бамблби вот то есть он выглядит похоже очень как он выглядел жене решен ван но тем не менее трансформируются лучше роли камара как 2007 году придумал майкл бэй потому что просто шевроле но заплатила ему гораздо больше денег чем фольксваген то есть собственно и весь секрет вот то есть здесь эти игрушки отличаются чем что они у нас сделаны под шестилетний возраст то есть все сальные они как бы рекомендовались от 8 лет этот от 6 и отличает его конечно более такой плотный пластик также из этой вот линеечки есть у меня шоку взрывала он же шок wave вот то есть конечно похож максимально на то что было в generation one но делается в какую-то больше такой самоходное орудие не пистолет он вот есть у меня в коллекции и конечно такой венец в коллекции моей пока по кибер вселенной это конечно же вот мегатрон то есть мегатрон вот он максимально похожий на то каким так скажем он было в generation one только он тут не за то ли самоходное орудие sky больше самоходное орудие чем танк делается вот в принципе есть кое-какие нюансы с ним трансформацию ну ты с ним разобрался то есть вот уже смотрел вот оптима кстати гораздо сложнее вот это трансформируется который здесь они рекламируют у такого же размера вот если что у мегатрона как вы могли заметить вот такая маленькая отсылочка на все-таки больше уже гальватрона то что у него все-таки здесь вот такая бородка есть как мы знаем появилась у гальватрона они у мегатрона вот у мегатрон там вообще ничего не было а вот но внешний вид у него конечно как вот generation one почти один в один очень такую достаточно так подвижность умеют очень чем не менее нравится это же наверное его понесу михаил геннадий черноком вот чтобы он не на нем расписался тогда буду как бы рад то есть понятное дело что к озвучке кибер вселенной черняк уже никакого отношения не имеет но тем не менее просто мне радует что мегатрон очень сильно похож на мегатрона которого я помню любил с детства вот и закончить свою коллекцию наверное мне бы хотелось вот игрушками уже из макдональдса то есть видимо это как раз кибер вселенной они выходили насколько я могу судить вот не кое-чем удалось разжиться это вот такие вот сил дома еще трансформеры просто как фигурки но вот они самое что интересно были сделаны в таком так называемом чебе стиле конечно у меня не вся линейка то есть у меня например вот не хватает шершня бамблби то есть будут двух вариантах был нет у меня винблейд нет у меня показан плохо его видно вот гримлок смельчак вот да вот так вот тут нарисован их у меня нету но зато вот есть оптимус из этой серии есть мегатрон так он будет равном почему-то без пушки но тем не менее вот вот он ускульными гадару чебе стиле есть взрывала shockwave и есть соответственно старским скандали с но вот режиме соответственно истребителя то есть он не в режиме робота к сожалению почему-то был сделан даже таком то есть сделали бы лучше они честно говоря всю эту линейку не заведя как бы роботов но крым может там смельчака потому что вот зачем-то вот они шершня бамблби сделали в двух вариациях старским и скандалиста только в это в одной то есть почему-то он только самолет не роботу не знаю мне чего-то это вот идея не очень как бы понравилось вот ну честно говоря на сегодня у меня все дорогие друзья до новых встреч